Поддержка программы «Особое мнение» ООО «Региональная сеть». Особое мнение на 101FM 13.06 в Кирове, программа «Особое мнение» в эфире. Я говорю здравствуйте слушателям. Меня зовут Анна Лапшина, гость нашей студии Владимир Журавлёв, депутат Кировской городской думы Владимир Вениаминович. Тоже добрый день. Здравствуйте. Мы работаем в прямом эфире. Напоминаю слушателям, вы можете задавать вопросы через форму анонсов на нашем сайте хакирова.ру, через Телеграм или через Вайбер 8909 720 101.0. Пожалуйста, пользуйтесь. Мы следим, если что, будем задавать. Ну, во-первых, с наступлением лета, Владимир Вениаминович, плюс 26 градусов показывают термометры. И, к сожалению, большому вынуждено констатировать, что благодаря вот этой вот тёплой погоде и, возможно, майским праздникам, индекс самоизоляции в Кирове по замерам Яндекса опустился до рекордно низкой отметки 1,6 балла из 5. И это вызывает много вопросов, учитывая те изоляционные, карантинные меры, благодаря которым не работает практически никто, но в сегменте такого массового, да, я бы сказала, там, да, бизнеса и каких-то сфер услуг, не очень понятно, да, то есть никто не работает, но при этом все на улицах торчат. Об этом мы немножечко попозже поговорим. Я, кстати, вы знаете, посмотрел в 4 часа дня, когда у нас было плюс 25, посмотрел Турцию, Кемер, а там было на 16, плюс 19. А, то есть у нас теплее, чем в Турции. Да, это я для наших жителей, чтобы они не переживали. Что не поедут этим летом никуда, да? Спасибо большое. Да, бог нас любит. Давайте выкопаем в Кирове море, и тогда точно никто никуда не поедет. Согласен. Еще одна новость, о которой тоже надо сказать. В Кирове завершили отопительный сезон, администрация города выпустила постановление об окончании отопительного сезона, слава богу, я скажу. Вы знаете, я был в курсе этого, но я считаю, что нужно еще было отопительный сезон 29-30. Закрывать. К сожалению, да, то, что вот у нас мы остались без главы администрации, мало-то у нас сегодня еще нет главы департамента ЖКХ, а этот вот эта служба принимает. И, к сожалению, Ошка, затянули, а вы знаете, у нас же много социальных объектов. В школах нет детей, в спортивных школах нет детей, в домах культуры. То есть там топить тоже не нужно? Ну, там нет, там поджали, поджали. Но в апреле уже нет фактически отрицательных температур, которые бы, условно говоря, навредили чему-то, да, перемерзла система. Я считаю, нужно было, ну, каким-то образом, ну, может быть, не сразу, но 15-го уже было понятно, надо было просто отключать, мы бы сэкономили в день, это несколько миллионов рублей мы на затопление. И каждый кировчанин сэкономил бы на это, потому что затопление мы платим. Нам эти деньги раз пригодились бы сейчас. К сожалению, да, протормозили немного. Сейчас по закону подлости, наверное, скоро распустится и зацветет черемуха, снова будет холодно, и все будут говорить, пожалуйста, включите обратно отопление, зачем вы выключили его? Ладно, вы заговорили про главу администрации, как раз эта тема, наверное, сегодня будет одной из основных в нашем эфире. Сегодня, насколько я понимаю, сегодня в 9 утра началось заседание конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия практически в прежнем составе, кроме одного участника, одного из десяти, вместо Николая Барсукова, депутата Кировской городской думы от коммунистов России, сейчас конкурсная комиссия Алексей Вотинцев. Алексей Вотинцев представляет в городской думе КПРФ, это ваш коллега, и это единственный депутат, который на недавнем заседании, когда не утвердили Дмитрия Осипова, голосовал против Дмитрия Осипова. Это замена с чем связана, на ваш взгляд? Ну, во-первых, мы поддерживали Алексея Владимировича Вотинцева, он один из людей. Вы знаете, вот городская дума должна работать, и определять злободневные темы, это определяют граждане наши, да, это определяют журналисты, там, пресса, которые начинают дискутировать или обсуждать что-то. А говорящие головы, так называемые, в городской думе, ну, это 5-6 человек. К сожалению, там, с единой России только Юрий Львович Шлеметзон, Алексей Владимирович Вотинцев всегда выступает, он какой-нибудь вопрос поднимает, и, мало того, он и добивается многих результатов. Так, это депутаты настояли, чтобы Алексея Вотинцева включили в комиссию? Ну, мы высказывали свое мнение, да, и я считаю, и, вы знаете, уже на одной комиссии выбирали Овечкина, он тоже коммунист на первой, да, потом на второй Барсукова, ну, и на третьей решили, ну, как бы, по закону Вотинцева. На самом деле мы понимаем, что это, ну, хотя бы хоть видимость какой-то демократии, и я уверен, что... То есть это не попытка, это не попытка КПРФ каким-то образом подмаслить, задобрить, чтобы не было претензий потом? Ну, что, это кто, Единая Россия будет подмасливать? К новым кандидатам. Единая Россия – это прагматичный, жесткий волк, зверь, который... Допустим, они просто понимают, что в данном случае они не проиграют. Один человек, ну, не решит вопрос. Пусть даже там, условно говоря, Ерохин от ЛДПР и Вотинцев от справедливости, теоретически... В Остриков. В Остриков, да. Ну, там воздержатся, все равно у них семь голосов против трех, поэтому... Там все... Не, ну, вот смотрите, пожалуйста, хоть соотношение сил и не равно, но, тем не менее, не утвердили же Осипова с первого раза. Ну, вот смотрите, я хочу пояснить, мне, конечно, во-первых, непонятно, почему там глава фракции «Единой России» Сергей Рудковский, уважаемый мной коллега, заявил, что виновата оппозиция. Погодите. Это вы виноваты. Во-первых, мы не были против, я вот еще раз говорю... Вот, кстати, да, хороший вопрос, почему вы сдержались, да. Во-первых, вы знаете, все фракции, коммунисты, ЛДПР, спределив России пришли в полном составе, сто процентов. Почему «Единая Россия» из 21-го у них явились только 16? Почему такая явка? Я хочу сказать, вот воспользоваться случаем, есть люди, которые годами не ходят на заседание Городской Думы. Рабочая комиссия, самая плохая дисциплина «Единая Россия». Давайте сразу слушателям поясним, что все-таки депутаты Городской Думы за приход на заседание зарплату не получают. Это важный момент. Я все тоже понимаю, но смотрите, зачем идут депутаты тогда от «Единой России»? Решать свои вопросы или, собственно, эго потешить, значок депутатский? Почему оппозиция ходит? У нее явка в разы лучше. Вас потому что меньше, и вас проще контролировать руководителем фракции. Обзвонить 4 человека или обзвонить 20, это разные вещи, Владимир Владимирович. Я хочу просто сказать, что дисциплина в «Единой России», она... Хромает? Нет идеи, идеологии, да, нет лидера на сегодняшний момент. И пока, к сожалению, вот тот старый формат, который формировался, а вот эта Дума, она еще не при Васильеве, Игорь Владимирович, формировалась, а при Быкове и Перескокове. Вот такие люди, так и не относятся, и плевать они хотели на горожан. И поэтому, если бы не пришли 21 человек, у них с запасом голоса. А почему не пришли, кстати говоря, задавали вопросы эти? Слушайте, ну, кто сами разбирается. Ну, у меня есть свое мнение, но это партийные дела «Единой России», пусть разбираются сами. Я считаю, что недоработка Елены Васильевны Ковалева. Мы же не знаем, может быть, люди на карантине дома сидят. Мы изначально договорились воздержаться, да, вместе с ЛДПР. Ну, коммунисты изначально сразу сказали, проводили с нами совещание, что они будут голосовать против. Вопросов нет. Ну, один коммунист проголосовал против. Ну, один, потому что у них там тоже есть определенный раскол сейчас, вот, к сожалению нашему, потому что это не укрепляет... Оппозиционный блок. Да, оппозиционный блок. Ну, и так есть, как есть. Это тоже дело, как бы, коммунистов. Они уже сами разговаривают. Мы не суемся туда по моральным причинам. Так, так почему же все-таки воздерживались? Они голосовали против. Я объясню. То есть, пример для меня, для меня это уже вот будет четвертая глава администрации. Проблема в том, что когда человек приходит без команды, притом, какой бы он умный ни был там, пусть, например, стал бы я там, биколюк, без команды завалится любой. Я вижу, что Дмитрий Валерьевич прекрасно разбирается в дорожном хозяйстве, и мы впервые надо отдать должное, я его похвалю. Мы на 1 марта уже разыграли все конкурсы по дорогам. Представляете? У нас раньше июня ничего не получалось раньше, и пришли не особен. Поэтому вот большой плюс. Минус того, что раньше, к 22 апреля или уж к 1 мая точно все были дороги прибраны, и, к сожалению, в этом году похуже. Да и город был прибран. Да, да, и город был прибран. Это хуже. Отопительный сезон закончили позднее, хотя погодные условия позволяют. Это экономия, понимаете? Это все и денежки, при том, в бюджете, в масштабе города это миллионы рублей. Так, Владимир Внянович, вот поясните мне, пожалуйста, все-таки, давайте разберемся, кто сейчас исполняет обязанности главы администрации. Вы говорите, что Осипов вот это в плюс, а это в минус. Но ведь есть еще Геннадий Иванович Плехов. Ну, есть Геннадий Иванович Плехов, но я знаю, что формально у нас Дмитрий Валерьевич Осипов управляет. То есть фактически он. Присутствует он. И эта история, она продолжается, несмотря на то, что не утвердили Осипова. Конечно. То есть мы, на самом деле, изначально собирались воздержаться и причину называли, что, слушайте, без команды. Вы заходите без команды, а я знаю, лучше показать до того свою позицию, чтобы потом, ну, скорее всего, 28 мая мы его примем, но уже мы провели переговоры. Подождите, подождите, подождите. Кого вы примете 28 мая? Осипова. А вы считаете, что конкурс это шоу? Конкурс, вот который проводится, и там Вячеслав Николаевич, при всем моем уважении к нему, это глава первомастрии реального управления. Вячеслав Симаков. Симаков, да. Ну, просто я уважительно к нему отошусь. Дмитрий Валерьевич, нравится он мне. Ну, извините меня, вы так-то идете на город. Вы управляли Вятавтодором, там, еще чем-то. Надо показать человеку, оппозиция, это позиция определенная, это противовес. Помните, любая политика, это система сдержек и противовеса. И мы изначально говорили, мы голосуем, воздержимся. Потому что Дмитрия Валерьевича по какой-то причине, а законодательная инициатива у нас у правительства областей, и нам тоже непонятна политика до конца, там, когда там Койев не пришел на прошлую комиссию. Слушайте, а человек не спрашивает. Ну, ни один не пришел, все пять, они не пришли, да. Они даже не пришли на свою позицию. А у меня тоже вопрос, и такой же, например, там, такая же претензия у Александра Анатольевича Чурины, чем выдвиженцем, и он не скрывает, является Дмитрий Валерьевич. Но вы играйте в политику-то по правилам, если вы играете, а не просто как хочу, так и ворочу. Общайтесь, управление городом, это коллективное. Елена, претензия к Елене Васильевне, слушайте, так вы с нами бы проговорили, если у вас не набиралось людей. Они говорят, накануне знали, что у них не получается. Ну, там, понятно, что вы жители причины, я не сомневаюсь в этом. Так вы поговорите с нами. Подождите, как так может быть? У всех пятерых членов губернаторской половины комиссии уважительные причины. Так не бывает. Нет, я не про комиссию говорю, я про голосование. На Думе уже. А, правда, про Дума. Это было планомеренно. С какой целью, я думаю, что губернатор и Чурин, Александр Анатольевич с этим разберутся. Подождите, а в городской Думе не предусмотрена передача голосов? Вот то, что обсуждалось в законодательном собрании. То есть вне зависимости, даже при самых каких-то ужасных обстоятельствах нет. Вы знаете, это ведь убрали в государственном Думе. Такая позиция пошла, я считаю, она принципиальна, она понятна. Ну, я ее поддерживаю. Как бы то ни было, у нас тоже иногда там бывает и люди болеют, и все остальное как бы хотелось. Так, хорошо, вернемся. Позиция оппозиции не является деструктивной. Мы изначально ЛДПР и Справедливая Россия, мы обозначили. Ребята, нет программы, во-первых, нет людей, которые это будут осуществлять. Так. Ну, Дмитрий Валерьевич, правда, встречался с нами. Подождите, а в администрации, полной администрации народа, что значит нет людей? Слушайте, я вам хочу сказать, вот эта оценка, я сегодня, я выскажу за себя, но она сходится с моими коллегами, в том числе даже с некоторыми думающими в Единой России. Ребята, при Шульгине администрация вообще не работала. Некоторые замы не могли месяцами, месяц, полтора, два, добиться уединенции по важным вопросам. И это не секрет. У Ильи Вячеславовича? Конечно. Притом, он набрал, там очень много людей пришло, приезжих, которые сразу же разбежались после его ухода. И у нас образовался вакуум. Мало того, то же самое, вакуум образовался после ухода Леонтьева. Остался его зам Владимир Александрович, фамилию забыл, он сейчас перешел в политистовую область. Все, и у нас сегодня ни зама нет, ни главы департамента. Поэтому и с отоплением немножко, и с уборкой немножко тянем. Да не немножко тянем, Владимир Вячеславович. Грязный город, грязный город. Смотреть страшно. Я уже просто устал ругаться, я не хочу... Раньше были субботники, мы же понимаем, что раньше выводились там и сотрудников предприятий, и студентов, учащихся там где-то что-то, где-то какие-то участочки кто-то прибирал. Сейчас вообще никого нет, потому что все сидят на самоизоляции, и город не справляется. Вот видите, вы сейчас назвали ровно те причины, по которым оппозиция не утвердила с первого раза Осипова Дмитрия Валерьевича. А он не справлялся. И когда мы ему говорили, он говорит, давайте меня выберем главу администрации, а потом еще в город. Ой, и я сразу начну справляться. Ну вот, вот, нас это распишило, и мы сказали, Дмитрий Валерьевич, ну вот такая позиция, извините. Мы эту позицию пояснили губернатору, он, кстати, с пониманием отнесся и понял нас. Чурин Александр Анатольевич, он тоже с пониманием отнесся и сказал, что, ребята, ну правильно. Вы знаете, ведь любой руководитель понимает, что если есть другая точка зрения, оппозиция, это как бы прививка от того, что вирусом вот болото управленческое не зарастет, что мы не перестанем развиваться. То есть кто критикует власть? Я поняла, кто-то должен покурить. Хорошо, вы сказали, 28 числа мы его, наверное, утвердим. То есть это означает, что Осипов уже точно будет одним из кандидатов? Это уже известно? Ну, вы знаете, если там, условно говоря, дай бог здоровья, Дмитрий Валерьевич, ну 99% мы согласовали на комиссию. То есть он собирается подавать документы? Так он уже подал, сегодня комиссия уже. А, подал, так. И знаю, что Симаков технически, ну я думаю, что Симаков, Вячеслав Николаевич, я предполагаю. То есть два человека? Да, ну больше никто не пойдет. Бекелюк Альберт Александрович сходил, там насмеялся, понял, что это шоу политическое, притом не прикрытое, когда там он говорит, мне для того, чтобы с вопросами ознакомиться, прочитать, я потратил 10 минут, а люди за 10 минут и Симаков, и Дмитрий Валерьевич, и Осипов заполнили, уже ответили на сирийские вопросы, опросник, ну смешно. Все подготовлено, все заранее. Так, подождите, у нас вот от слушателей, я вам вопрос передаю, был вопрос на прошлой неделе, вы почему не подаете документы? Лично я? Да. Ну, было сказано, почему Владимир Журавлев не хочет пойти на главу администрации? Во-первых, я не хочу участвовать к политическому шоу, я же подавал, например, документы, вот когда Владимира Васильевича выбирали на главу, я, кстати, был во фракции «Единая Россия», тут интересный такой момент, я же подавал, ну что, выбрали? У нас, у меня были бы шансы, я бы, может быть, подумал, если бы выборы главы администрации были прямые. А, всенародные. Я хочу сказать, ну, у меня нет самомнения какого-то, но у меня были бы шансы, по крайней мере, не меньше, чем у Дмитрия Валерьевича, там, пусть даже Елена Васильевна Ковалева, условно говоря, в администрации, чтобы граждане могли бы проголосовать. Я в этом городе вырос, там живу, работаю, поэтому у меня есть такое ощущение, что у меня были бы шансы огромные, так скажем. Так, а вот в нынешних условиях? А в нынешних нет условий, вообще шансов нет. То есть вы так же, как Бекалюк, не хотите участвовать? Потому что участвовать бесполезно, ибо не выберут. Была какая-то надежда, в чем я сразу сказал, что я сомневаюсь, но это система. К сожалению, у нас сегодня нет демократии в этом направлении. А сходить на конкурс, поучаствовать, потом всем рассказать, как это происходит, хотя бы с этой целью? Мне может быть там 20 лет, 25, да прикольно, а я, глава администрации, обо мне написали, ну, наверное, да. Но изначально играть в проигрышную партию я не хочу. Так, хорошо, ладно, значит, Осипов будет одним из кандидатов. Какие условия вы ему поставили, если ставили какие-то условия? Ну, на самом деле, вы знаете, это такой сложный процесс. Ну, вы говорите, мы объяснили Чурину и Васильеву, они согласились с нашей позицией. Нет, они с позицией согласились, что мы, причина не в нас, почему Единая Россия не пришла. Если бы пришла 21 человек, он бы проходил с первого раза, мы, честно говоря, даже не ожидали. Если говорить, что это спланированная акция, ну да, мы потом знали же, у нас появилась информация за день, что там у них, возможно, не соберется, я знаю, что там Коев обзванивал всех, там все как бы напрягали. И у нас, мы как бы, ну, поулыбались таким образом, что может быть такое случится. Но мы не голосовали против. Эта позиция была сдержанная. Мы всегда должны сдержаны быть оппозиционными. Наша оптимизм должна быть сдержанным. Да ладно, почему? Ну, нет результата в городе. Вы знаете, город не прибран. А почему тогда против-то не голосовать? Почему против не голосовать? То есть человек несколько месяцев уже находится в администрации. У него все рычаги в руках, то есть он управлять всем может. Город не прибран. А вы воздерживаетесь? Во-первых, те люди, которые как бы предлагают Осипа, ну, это правительство области, да, они услышали наши все предложения, они нашли разумный мир. Притом, я теперь знаю, очень много придет, притом, это не принадлежность какой-то партии. Мне, кстати, понравился в разговоре с Игорем Владимировичем Васильевым такой подход. Он совершенно смотрит, как я, на это. Ну, то есть у нас совпали в данном случае. Что он говорит, так, слушайте, ну, партии там одна, вторая, третья, четвертая. Так, вы знаете, о футболе, есть в Москве Локомотив, кто-то за Динамо, кто-то за Спартак, за ЦСКА. А нам на уже сборную России, за российский футбол у нас развитие. То же самое за город Киров. В принципе, все партии цель-то одна, чтобы город развивался. Вот эти политические игры, они, ну, они формальные. И я считаю, если бы Елена Васильевна... Владимир Венеминович, вот какой вопрос. Дмитрий Осипов работает в администрации не месяц уже, правильно? С марта месяца. С марта месяца он работает. За это время он себя не показал, как вы считаете. Ну, вы знаете, он как перспективный... Ну, показал в том, что разыграли все конкурсы на ремонт дорог. Он разбирается в дорогах. Не протормозили в этом вопросе. Ну, мое понимание, он не разбирается ни в образовании, ни в детских садах, дошкольном образовании. Слабое место. У него пока не продумано и нет четкого плана по ЖКХ. В частности, по мусорным свалкам, там, по всему, по всему. Это политика и стратегия города. Он не вошел. Для этого, в моем понимании, с марта месяца они должны были поставить зама на ЖКХ, главу департамента. Должны зама орговика поставить, которого пока у нас нет. И зама по развитию. Понимаете? И вот с такой командой, мало того, вот к этому конкурсу, если бы в апреле я услышал программы, а я знаю, кто на эти должности сегодня как бы рассматривается, да я их поддерживаю. У тех людей есть программы. А кто рассматривается на эти должности? Ну, вот я пока без их согласия не могу, но поверьте мне, это достойные люди. Публичить не будете фамилии? Да, они публичные все, они достойные люди. Мало того, они, ну, корнями все относятся к Единой России, так или иначе, когда членами были, там, может быть, спящие члены и так далее. Они работали в правительстве. Они все кировчане, все до одного, но это люди, которые, ну, могут развивать. У Единой России есть кадры. Подождите, тогда 28 мая-то успеют эти люди проявиться каким-то образом или нет? Дмитрий Таосипов, основная ваша претензия, нет четкого плана, да, действий, и нет команды, с которыми эти действия будут... Ну, и что мы, значит, 28 мая, Дмитрий Таосипов, вы должны услышать все эти фамилии? Да, мы надеемся на это. Мы надеемся услышать, что и планы появятся за месяц. У этих людей-то есть планы. У нас, извините, первый рабочий день 12 мая, если он еще будет 12 мая. Там до 28-го остается две недели. За две недели разве можно это все решить? У меня есть почему-то такое ощущение, что 12 мая максимально ослабят режим. Ну, я имею в виду не всем, но вот максимально ослабят режим. У меня есть такое ощущение. И за две недели все быстренько успеют и программу написать, и людей предъявить и согласовать. Нет, у этих людей программы есть. Они готовы с марта месяца. Эти люди готовы, каждый по своему направлению. Я бы считал правильным, например, выступил Дмитрий Валерьевич, ему задают вопросы. А вот по образованию у меня вот такой-то человек, да, там по социалке, да. А вот, ну, это в рамках, там, ну, пусть это, может быть, там, Коп Слава Анатольевна будет, но главное, чтобы эти мысли, да, там, мысли тоже в ВКонтакте находимся. Если это развитие города, то есть у меня зам по развитию, если это орг, вопросы кадровые, вот у меня есть такой-то человек, понимаете, и они уже эти программы представляют. Эти люди есть, просто Дмитрий Осипов, когда себя презентовал вам, эти фамилии не называл. Ну, во-первых, я хочу сказать, эти фамилии обсуждались на уровне правительства области, то есть те люди, которые и направили Дмитрия Валерьевича на эту работу. Дмитрий Валерьевич, это кандидатура по закону, выставляемая губернатором. Он предложил, вносит предложение губернатор, но в данном случае он поручил Александру Анатольевичу Чурину внести эту кандидатуру, никто это не скрывает, Александр Анатольевич внес, но мне что еще нравится, все там, я всегда говорил, что Осипов человек Чурин, и все называют пенять, что он из бизнеса, а я-то вижу тут еще другой смысл. До этого вот за Шульгина Лея Вячеславовича, ну, к сожалению, никто не извинился, понимаете, за такой кадровый промах, а это, ну, однозначно у нас административно перестало работать. Неоднозначно трактуются результаты деятельности Ильи Шульгина в городе Кирове, ну, не будем сейчас спорить, ладно? Дума в полном составе фактически... Дума недовольна была. Неудовлетворительно, этого достаточно, при том все фракции, вот. А тут как раз вопрос, есть персональная ответственность. Александр Анатольевич говорит, я не скрываю, а это плюс ведь, понимаете? Нам есть с кого спрашивать. Вот этот вопрос, кстати говоря, такой, он достаточно спорный. То есть одни депутаты и не только депутаты говорят о том, что хорошо, что хорошее отношение Уосипова с председателем правительства Александром Чуриным. А кто-то говорит плохо, потому что человек несамостоятельный, не будет принимать самостоятельных решений. Вы знаете, тут есть еще какой вопрос. Александр Анатольевич, он человек из бизнеса, и он привык к коллективной командной работе. И он, в отличие от многих там предыдущих руководителей, еще что-то, я не скрываю, он проводит консультации абсолютно со всеми политическими силами. Со всеми общественными организациями, инициаторами и так далее. То есть по многим вопросам и аналитику собирает, и советуется. В данном случае мы этого и добиваемся. Управление городом? Да пожалуйста. Если там, давайте Иванова, Петрова, так они засыплются на второй день. Без поддержки, тут столько вопросов. И это ведь не просто ответственность, но и разделить ответственность. Сегодня депутаты, условно говоря, до этого плыли в одной лодке, а господин Шульдин со своим помощником там из Казани, из Татарстана, да, с Чибишевым, в другую. В мое понимание, очень много там своих вопросов решал. Так, все-таки возвращаясь к Осипову. 28-го числа Осипов должен вам что представить, если он все-таки будет участвовать? Ну, мы знаем, что, во-первых, другая программа представлена полновесно. У него в голове есть вопросы по замам. Так. Вопросы по замам я знаю. И это согласованная позиция. Тут как раз я понимаю, что, может быть, Дмитрий Валерьевич на сегодняшний день не совсем самостоятельно, в силу даже опыта городской политики. Ну, это другой уровень. Это все должны, через это, которые бы пошли на эту должность, все должны были через это пройти. И там есть согласование и с правительством области. Притом и правительство области, в отличие от Ковалева Елены Васильевны, не постеснялось, в том числе в лице губернатора, пригласило, проговорило все вопросы, поняло, сказала, мало того, согласилось и поддержало нашу позицию, потому что она в конструктиве, а не в деструктиве. То есть вы, не вы лично, но, может быть, и вы лично, и ваши коллеги по оппозиционным фракциям за Дмитрия Осипова готовы голосовать 28-го числа? Сегодня не могу сказать за ЛДПР, мы не согласовывали. Я не могу сказать по коммунистам, может быть, с ними тоже какие-то переговоры пройдут, я не знаю. Я могу, мало того, у нас, не знаю, как в других фракциях, но вот я как глава фракции поддерживаю такую политику справедливой России. Некоторые ребята говорят, а я принципиально не буду голосовать за. У нас нет такой жесткой дисциплины, потому что... То есть заставить вы не можете? Ну, наверное, я могу призвать там дисциплиник партийный, но я насмотрелся при Быкове, Владимир Васильевич, который говорил, у нас там нет демократии, у нас устав такой, да, дисциплина армейская, но это глупость была, конечно. У нас очень многие депутаты, их выбирают люди, они несут персональную ответственность. Поэтому по некоторым вопросам они, бывает, несут, занимают свою позицию. Так, по вопросу Осипова, какая будет позиция? Мы не обсуждали, но вот я намерен... Вы готовы голосовать за, если человек представит фамилии и программу? Да. Владимир Журавлев в нашей студии, депутат Кировской городской думы. Мы сейчас сделаем перерыв на полторы минуты, вернемся, у нас впереди еще несколько тем. Особое мнение на 101FM Мы слушаем сегодня особое мнение Владимира Журавлева, депутата Кировской городской думы. Продолжаем очень коротко, Владимир Вениаминович, потому что времени мало, остается пояснить, пожалуйста, что была за ситуация с бойкотом поправок в бюджет. Бойкот, не бойкот, не знаю, правильно ли я это называю, да, можете ли рассказать более детально, потому что, ну вот, пока официально никакой информации особо нет. То есть было, ну такое, не знаю, даже с обидой, что ли, высказанное мнение представителей фракции «Единая Россия» о том, что вы запороли там какие-то очень важные поправки, вы это в смысле оппозиции, да, и чуть ли там не ветеранов оставили без ремонта и дороги. Ну, это глупость, конечно. И дороги. Тут глава фракции, конечно, перегнул палку Сергея Рыковского, уважаемый коллега, да. Во-первых, там не было поправок по ветеранам, раз, да. По ремонту какого-то жилья там, чего-то там. Что были за поправки? Во-вторых, они были рабочие, мы на самом деле не проигнорировались. Смотрите, какая сложилась ситуация. Она сложилась, вот, мало того, что у «Единой России» собралось только 16 человек, да, на выборы главы, их сгоняли всех, на выборы главы администрации, они не явились. После первого вопроса, а бюджет был четвертым вопросом, три человека из «Единой России» сбежали с заседания, покинули там, ну, уважительная причина или не уважительная причина, и всего из «Единой России» осталось 13 человек. А мы изначально говорили, почему мы будем воздерживаться, мы не против бюджета, и ЛДПР, и «Спределив Россия», потому что мы согласовали, да, позицию. Потому что нам кажутся недостаточными те меры, которые предпринимает глава администрации. Ну, Гульна Рашидовна, там, госпожа Ковалева, она негласна, мы знаем, что она смотрит за бюджетом, да, для того, чтобы подстраховаться. И у нас кассовый разрыв был на 1 апреля. Ну, вот цифра, может быть, не точная, ну, по нашим сведениям, да, я могу высказать, ну, где-то 180 миллионов, то есть мы не добирали, а мы должны социальные вещи какие-то полностью выполнять. Мало того, например, там некоторые критиковались, якобы взяли кредит 500 миллионов, да, там, под 8,5. Но я понимаю, что это страховочный пояс, нам, мы не можем не выполнять, там, не плачевать зарплаты и так далее. Поэтому там, ну да, проценты, но, к сожалению, такая ситуация. И взяли 300 миллионов под 0,1 процент. И мы как раз предлагали добавьте еще, то есть прорабатывайте. А мы за этим будем следить, потому что, ну, действительно, ситуация патовая. Вы в цифрах разошлись, получается? Мы сказали, мы вам, ребята, даем, мы специально воздержимся для того, чтобы показать. Вы еще не до конца доработали важность вопроса по бюджету. Но мы не ожидали, что три человека еще с Единой России вообще сбежит. Их 13 человек осталось. Мало того, еще один коммунист, который голосовал за Осипова, коллаборационист такой, да, по-своему. Мы так, ну, так шутя называем, он тоже ушел. Слушайте, ну, так чья проблема-то? Да. Если бы у них были остались все люди, все было бы в порядке. Так, а теперь-то что будет с этим вопросом? Он заново будет вынесен на следующее заседание? Когда мы это поняли, когда мы это поняли, ну, да мы не против этого. Если нужно, мы понимаем, что тот бюджет и те поправки, они необходимы. Мы это понимаем. Но, слушайте, ребята, ну, вы хотите хотя бы, почему на нас-то свали? С больной, на здоровую, это гол, в Единая Россия. У вас 21 человек. Так, слушайте, вас абсолютно большинство. Ходите. Почему так относитесь? Может быть, вы тогда начнете тех людей, которые так относятся к депутатским, убирать, которые по противным спискам, ставить других людей, которые будут с дисциплиной, в порядке будут заинтересованы. Почему оппозицию? У вас большинство, подавляющее большинство. Почему обвинять в каких-то вопросах? Ну, понятно, что... Вернётесь к этому вопросу на следующий раз. Я, конечно, вернётесь. Я знаю, что уже 12-го будет комиссия в первый рабочий день, 12-го мая. Вот. И я думаю, что мы просто, ну, примем. Ну, тут тоже недоработка Елены Васильевны. Я, кстати, потом подошёл после заседания. Елене Васильевне сказал ей, Елена Васильевна, я говорю, вы почему с нами не поговорили? Вот давайте такие вопросы нужно подрабатывать. Я имел в виду бюджет, поняв, что мы не приняли бюджет, и что это не совсем хорошо. Ну, так вы попросите помощи. Мы-то ведь нормально. На что мне Елена Васильевна сказала, Владимирович, у вас каша в голове. Я надеюсь, что каша в голове, я на неё не бежаю из-за этого. Ну, в смысле, я соглашусь, потому что каша, это где варится что-то. В общем, разошлись вы на эмоции, я так понимаю. А что в голове у Елены России и у Елены Васильевны, мне непонятно. Так, ладно, давайте всё-таки о финансах поговорим ещё и о том, что происходит в нашей региональной экономике, и то, что будет происходить после вот уже месяца даже больше сидения по домам, да, и закрытия, ну, таких достаточно важных там, да, бизнесов. Пусть они и маленькие, может быть, да, но их много, и они так или иначе делают кассу и собирают наш бюджет, в том числе и городской, да. А сейчас, к сожалению, все в таком положении, что не то, что не работают там, да, а даже непонятно, с чего будут зарплату людям платить. С сегодняшнего дня разрешено работать мебельным магазином, строительным магазином. Возможно, какие-то послабления будут ещё там с 11-12 числа. Посмотрим, что сегодня скажет Владимир Путин. Он сегодня должен тоже озвучить какую-то информацию по выходу из коронакарантина. Вот, вы как оцениваете то, что происходит сейчас, те меры, которые предпринимаются на уровне области, те меры, которые предпринимаются на уровне России, какие перспективы видите? Ну, вы знаете, я понимаю, что особняком стоит ситуация по Москве, так же, как там в Америке. Ну, это понятно, да, это нас мало касается сейчас. Нас это мало касается, но вот я исхожу из того, что, ну, во-первых, вирус не является смертельным, это все понимают, да, там, не чёрная оспа, слава богу, и так далее, да, он простой, это, ну, уровень гриппа, ангины. Но, тем не менее, полторы тысячи человек в России уже погибли. Ну, вы знаете, а знаете, сколько в городе Кирове погибает от гриппа? Я понимаю, мы можем сопоставлять цифры, да. Здесь, я так понимаю, если верно медиков поняла, то здесь опасность в том, что непонятно, как он проявит себя с тем или иным человеком. Можно я свою позицию выскажу по этому поводу? Общался за это время с вирусологами, с эпидемиологами, с главными врачами. В России врачи 90% неофициально говорят, что, ну, это всё палка перегнута. С чем связывают? Вот, в моём понимании, губернатор должен посадить слева у себя главного санитарного врача, который говорит, нет, понимает, он перестраховывается, он отвечает только за это. У него работа такая. Он отвечает только за это. А с правой стороны должен посадить министра финансов и министра экономического развития. И те скажут о своих угрозах. И когда я сосчитаю, когда министр финансов и министр экономического развития скажут, ребята, а у нас столько-то людей там не сможет выполнять свои обязательства, а это то, чем они живут. У них много детей, понимаете? Так, а кто посчитал, сколько людей инфаркт получит? Которые сейчас переживают, а я знаю, со скорой помощью общаюсь, ребята, но инфаркты, они ведь тоже возросли, количество возросло в разы. Почему? Люди переживают. Кто-то скажет, кто-то выпивают, может быть, я тоже это допускаю, но переживают, сидят дома. Мы все понимаем, что здоровье не добавляет нездоровой психологической обстановке и мысли о том, что детей завтра будет нечем кормить. Конечно, и это на самом деле бьёт по самой жизненной, по такой партийной части. Пришло время с 12-го, с 11-го числа открывать ещё что-то. И если да, то что? Ну, вы знаете, я вообще считаю так же, как мы, например, зашли в одно время с Италии и с Германией, с 20-го апреля там идут послабления, промтоварные магазины работают. И я знаю, что врачи там посылали письмо в том числе правительства области. Ну, мы все, вы смотрите, мы все взрослые люди. Так, промтоварные магазины можно открыть? Конечно, промтоварные нужно, тем более там... Открывать ли кафе? Ну, вот с кафе у меня тоже вопросы есть, потому что общепит это прямой контакт и так далее. Но, вы знаете, вот парикмахерские салоны красоты... Открывать. Открывать. Давайте пример приведу. У нас в некоторых областях, Кемеровская область, там ещё рядом... Саратовская область, Калининградская область. Выработали дорожную карту, почему у меня претензии к исполнительной власти, что к областной, а городской тем более, ничего не делается фактически. Ну, там по аренде этого недостаточно. Вы знаете, нужно было дорожную карту сделать, как там сделали. Например, парикмахерская мы одеваем, обязательно парикмахер должен быть в пластиковый, знаете, как у врачей. Да, я поняла, щиток. Чтобы закрыть глаза. Щиток, щиток. Тряпка на рту, это самая большая слизистая, это глаза. Почему глаза не закрывают? Слизистая, пластиковая вот эта маска. Либо маска, либо щиток, да. И перчатки, всё. Ну, шапочку ещё наденьте, как некоторые рекомендуют такую. Ну, имеется в виду, знаете, как в парикмахерской. Облейте всё антисептиками и работайте. Да, обрабатывайте один человек на один. Ну, слушайте, ну мы знаем, что все парикмахерские работают. Ну, не все, наверное, работают. Те, кто работает в белую, многие из них говорят, что не работают. Нет, ну в салонах, да. Но сколько людей подстригается, посмотрите, женщины, вижу, ходят. Весна. Слушайте, ну жизнь не остановить. Понятно. Вы сделайте, мало того. Вот сегодня почему-то, ну президент, ну пусть мэр Москвы, тоже считаю, неправильно перегибает палку. Все почему-то взяли на себя ответственность, что политический капитал зарабатывают. А нам нужно, чтобы, ребят, если у нас на директорах вся ответственность, если же директорах предприятий, соблюдение всех режимов, я понимаю, режим санитарный нужен, я его не отрицаю, но должна быть разумность. Вирус не смертельный. Вы принимаете такие меры. Скажите, вот директору этому предприятию можно работать, но соблюдением всех норм санитарных. Если будут какие-то случаи, давайте разбираться. Открывать ли торговые центры, Владимир Вениаминович? Я считаю, что да. Там промтоварные, тем более, знаете, у нас такие торговые центры, там каждый магазин отдельно, там нет такой концентрации. Вот есть огромная продуктовая торговая, вот на Московской здесь, да, мы ходим. Там, кстати, вот тоже вопрос, открывать кафе или нет, надо разбираться с этим. Я, к сожалению, с общепитом не связан, не знаю нюансов. Но кулинария же работает во всех сетях у нас. Это фактически тот же общепит. Но они на вынос работают. Ну так давайте здесь на вынос работать, но чтобы можно было прийти в кафе. А они там не со двора, как у остальных у всех, да? Угу. То есть торговые центры открывать, вы считаете? Однозначно, промтоварные. Ну пусть там можно, ограничения, что пока там, давайте общепит в торговых центрах, потому что там тусовочные, там собирается больше людей. То есть общепит не открываем, а магазины открываем? Конечно, конечно, потому что у нас очень много, вот одежды, обувь просто купить даже негде, толком. Это неправильно. Плюс строительный материал давно нужно было перед 1 мая открывать. Мало того, я хочу сказать, сам покупал в одном строительном. 23 апреля покупал в одном строительном магазине, который из-за города, ну вот они в пригороде, да? Угу. Там спокойно посылают, да, формально вроде карантин, но говорят, а сколько вас там? Ну, у нас в утро, заходите, да посмотрите там. Кроме нас никого не было, мы плитку выбирали. Предположим, вот такие моменты. То есть с ограничением по количеству покупателей в зале в торговых центрах? К сожалению, вот сегодня власть не думает о своем авторитете. Я понимаю, есть риски. Так вы власть, берите. Вы стали там губернатором, главой администрации. Они на это не подписывались, Владимир Вениаминович. А вот нам тогда, как избирателям, уважаемые там жители, я призываю, давайте ходить на выборы и выбирать тех людей, которые будут за людей, а не смотреть, как скажут, какую отмашку они сделают в Кремле. Нам жить здесь. Две минуты. У нас остается еще одну важную тему, хотела с вами обсудить. Уже не успеем поговорить о программе «Служебное жилье» и о возможной... Я скажу, давайте, это очень важная информация. Да, давайте об этом. Хорошо. Тогда ладно. Во-первых, вот по программе хочу успокоить. Значит, подождите, я слушателям сначала поясню, да. У нас в выходные в социальных сетях появился пост актрисы драматического театра Елены Одинцовой. Она пишет о том, что три сотрудника театра получили в свое время квартиру по программе «Служебное жилье». Как мы помним, программа реализовывалась через Кировскую региональную ипотечную корпорацию. Корпорация «Банкрот». Имущество корпорации распродают, в том числе и квартиры вот эти вот. И сейчас люди не понимают, они вообще выселяться должны из этих квартир или оставаться. А там работники культуры, врачи, учителя. Ну, то есть вот она, бюджетная сфера. Я тоже как раз этот пост прочитал. Полторы минуты. И, да, выяснил. Я хочу сказать, что там беспокоиться нечем. Я за две минуты, за полторы не расскажу. Но правительство в курсе. Очень коротко. Оно уже три недели, как над этим, меры приняты. Финансовое обеспечение тоже есть. Эти квартиры будут все выкуплены. Люди не одни не пострадали. Мало того, мне показали документы, которые меня убеждают. Кем выкуплены будут? В правительственном области. Все будет нормально. Все люди будут обеспечены. Мало того, бюджетные областные деньги уже под эти долги, чтобы выкупить обратно. Да, они все есть уже. То есть люди без жилья не останутся? Нет, нет. Я за полторы минуты всего не расскажу. Хорошо. Мы эту тему, я думаю, что будем еще разбирать. Я ставлю свой авторитет, свое имя на то, что я вот разобрался. Мне все. Притом уровень представителей правительства области все показали. Можно не беспокоиться. То есть Александр Чурин рассказал вам об этом? Да, да. А я беру ответственность на себя и свое имя ставлю авторитет, что все будет хорошо. В моем понимании там никаких подвязок нет. На все подводные вопросы были ответы получены. Все в реальном времени. Все реально. Люди могут не беспокоиться, говорит Владимир Журавлев, депутат Кировской городской думы. Мы на этом программу особое мнение завершаем. Спасибо большое. До свидания. Особое мнение на 101FM